В стране дураков умный королем не станет. Вся беда литературы в том, что в ней слишком много смысла, в реальной жизни никакого смысла нет. Как будто можно верить инстинктивно. Веришь потому, что тебя так сформировали, воспитали. Обоснование сомнительными причинами того, во что веришь по другим сомнительным причинам. Вот как надо определить философию. Люди верят в Бога потому, что их так воспитали. Как замечательные, интересные, оригинальные люди, на расстоянии. Правду говорят, что, когда у мужчины рождается сын, мужчина становится отцом. Или, в крайнем случае, батей. А когда рождается дочь папулей. Мудрым и красивым. Все семь дней в неделю. Невозможно быть. Мы не знаем, кто видит наши сны. Судьбу женщины всегда решает ее «да», а судьбу мужчины – его нет. Тот, кто поймет, что его день – это всего лишь чужая ночь, что два его глаза – это то же самое, что чей-то один. Тот будет стремиться к настоящему дню, дню, который принесет истинное пробуждение из собственной яви. Человеческая личность не столько интеллект, но прежде всего воля, характер, и пренебрежение этим жестоко мстит за себя. Несчастный человек жесток и черств. А все лишь из-за того, что добрые люди изуродовали его. Из каких элементов слагается счастье? Только из двух, господа, только из двух – спокойная душа и здоровое тело. Чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться самому. Истинное достоинство подобно реке. Чем оно глубже, тем меньше издает шума. Могу сказать, что в этой книге я лишь составил букет из чужих цветов, а моя здесь только ленточка, которая связывает их. Кто боится страданий, тот страдает от самого этого страха. Просвещение, открывшее свободы, также изобрело дисциплины. Интеллигент был отвергнут и преследован именно в тот момент, когда факты стали неопровержимыми, когда нельзя было говорить, что император голый. Мы требуем, чтобы секс говорил правду, и мы требуем, чтобы он говорил нам нашу правду, или, скорее, глубоко скрытую правду той правды о нас самих, которой, как мы думаем, мы обладаем в нашем непосредственном сознании. Молчаний не одно, а множество, и они составляют неотъемлемую часть стратегий, лежащих в основе дискурсов и пронизывающих их. Я думаю, что любой, кто действительно знает меня, знает, что я не гончая за СМИ, и знает, что я действительно пытаюсь сделать все возможное в ситуации, в которой я оказалась. Это были взаимные отношения, взаимные на всех уровнях, с самого начала и до конца. Я не согласна с тем, что он должен был полностью осквернить мой характер. Ну, на самом деле, я думаю, что я хотела попытаться прояснить некоторые из существующих заблуждений и заполнить некоторые исторические пробелы. Он закончил это, он просто сказал, что не, он, ну, то, что он сказал, было то, что он не чувствовал, что это было правильно. И вы знаете, я имею в виду, что, поскольку он закончил это, он, вероятно, должен был бы тот, кто ответит тот. Если мой разум может это понять, и мое сердце может в это поверить, тогда я могу этого достичь. Я ненавидел каждую минуту тренировок, но я сказал, не бросай, страдай сейчас и проживи остаток жизни как чемпион. Это просто работа, трава растет, птицы летают, волны бьют песок, я избивал людей. Я верю в религию и ислам, я верю в Аллаха и мир. Не смотрите на звезды, пытаясь узнать направление ваших проблем. Взгляните внутрь себя, и вы получите гораздо лучшие результаты. Не спешите добраться до самого верха лестницы успеха, поскольку тогда вы можете двигаться только в одном направлении, вниз. Человек не сможет добиться успеха в жизни, пока не осознает истинную причину своих ошибок. Что разум человека может постигнуть, и во что он может поверить, того он способен достичь. Мы должны раз и навсегда отвергнуть взгляд, будто дела мира управляются судьбой и Богом, и что люди, с их умом, ничего изменить в этом не могут. Человек, желающий исповедовать добро во всех случаях жизни, неминуемо погибнет среди множества людей, чуждых добру. Из чего следует, что правитель, желающий сохранить власть, должен научиться отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по необходимости. Всякая перемена прокладывает путь другим переменам. Сильный, но не смертельный удар означает смерть для того, кто такой удар наносит. Последняя война среди людей будет войной за истину. Эта война будет в каждом отдельном человеке. Война с собственным невежеством, агрессией, раздражением. И только коренное преобразование каждого отдельного человека может стать началом мирной жизни всех людей. В этом нет ничего нового, ибо вообще ничего нового нет. Жестокость, одичание, тупость. Дети, наученные первому, неминуемо впадут и в последующее. Жульничество во всех видах должно быть караемо. Любовь — это ощущение единства, единения, где нет разделения, где разделение немыслимо. Жизнь человека является книгой его самой священной истины. Не отказывай себе в полном удовольствии, и ты будешь в состоянии доставить полное удовольствие другим. Ты видишь красоту там, где хочешь видеть. Ты видишь отвратительное там, где боишься увидеть красоту. Для безмолвия нужно созреть. Бесполезно искать истину, когда ум не видит ложного. Когда вы узнаете с абсолютной убежденностью, что ничто не может повредить вам, кроме вашего воображения, вы перестанете уделять внимание своим страхам, концепциям и представлениям и будете жить только истиной. Делайте то, что вам хочется делать. Не изводите себя. Насилие над собой сделает вас жестким и грубым. Не боритесь с тем, что вы принимаете за препятствия на пути. Просто интересуйтесь ими, наблюдайте их. Само это наблюдение уже направит вас в нужную сторону. Позволяйте случаться всему, но не позволяйте себе быть поглощенными тем, что происходит. Стройной будет фигура у того, кто разделит свою еду с голодным. И волосы станут как шелк, если их каждый день будет гладить ребенок. Успех это все равно, что достичь какой-то круглой даты и увидеть, что вы ничуть не изменились. Твои лучшие дни еще впереди. Возможно, самые лучшие. Обязанность каждого человека – помочь детям, которые страдают. Все остальное – просто прихоти и баловство. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok